Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала Планета Дзюдо. Я Роман Карасьев. И сегодня я в этом видео провожу статистический анализ поединков дзюдоистов в весовых категориях у мужчин на Олимпийских играх в Токио. Данный материал подготовлен с использованием информационных данных, размещенных на официальном сайте Международного Олимпийского комитета. Вашему вниманию представлена весовая категория до 66 кг. В этой весовой категории приняли участие 27 спортсменов. Было проведено 30 поединков, из которых 14 закончились в дополнительное время. 18 поединков были выиграны с оценкой Япон и 12 поединков с оценкой Вазари. 45 раз были вынесены предупреждения Шида и 8 раз Хансоку Маки за 3 Шида. Приемы, с помощью которых выполнялись и одерживались победы в поединках. О Сотогари 3 раза, Катогурума 2 раза, Кикингачи 2 раза, Оучигари 2 раза, Союнаги 2 раза, Дэ Аши Харая 1 раз, Хикикоми Гаеши 1 раз, Харай Макикоми 1 раз, Япон Союнаги 1 раз, О Гоши 1 раз, Оучигаеши 1 раз, Суми Атоши 1 раз, Сасай Цурюкоми Аши 1 раз, Ушир Гоши 1 раз. Все действия, которые применялись в поединках разными спортсменами. Пассивность 33 раза, Ложная Атака 10 раз, Избегание Захвата 9 раз, Захват за одну руку 8 раз, О Сотогари 4 раза, Союнаги 3 раза, Хикикоми Гаеши 2 раза, Япон Союнаги 2 раза, Катогурума 2 раза, Кикингачи 2 раза, Оучигари 2 раза, Выход за пределы татами 2 раза, Захват за ногу 2 раза, Дэ Аши Харая 1 раз, Харай Макикоми 1 раз, О Гоши 1 раз, Оучигаеши 1 раз, Закрытие от ворота 1 раз, Защитная позиция 1 раз, Захват за пальцы 1 раз, Захват пистолет 1 раз, Захват пояса 1 раз, Суми Атоши 1 раз, Сасай Цурюкоми Аши 1 раз, Таташи Хагатами 1 раз, Киатоши 1 раз, Ушир Гоши 1 раз. В этой весовой категории самым молодым участником соревнований был Ломбардо Мануэль, Италия, 23 года. Самым возрастным участником соревнования стал Георгий Зантарая, Украина, 34 года. Возраст победителя соревнований олимпийского чемпиона Абе Хифуми 24 года. Возраст серебряного медалиста соревнований Важа Маргавилашвили 28 лет. Возраст бронзовых призеров соревнований Анбау 27 лет, Корнин Даниэль 24 года. Возраст указан по году рождения. Самый быстрый поединок завершился за 1 минуту 45 секунд. Это был поединок между Шмаилов Барух, Израиль, и Лафарте Кевин, Мозамбик. Победная техника в этом поединке сосает Сурюкоми Аши. Самый продолжительный поединок по времени проводился 12 минут 15 секунд. Виеру Денис, Молдавия, Нуриллаев, Сарбор, Узбекистан. Победная техника. Кикингачи. Кикингачи объявляется тому участнику, чей противник отказался от борьбы по любой причине во время поединка. Общее время, затраченное победителем соревнования во всех схватках, суммировано Хифуми Абе 15 минут 52 секунды. Финальный поединок состоялся между Абе Хифуми Японии и Важе Маргвелашвили Грузии. Вес спортсменов при взвешении Абе Хифуми 65 килограмм 900 грамм, Важе Маргвелашвили 65 килограмм 900 грамм. Позиция в мировом рейтинге Международной Федерации Дзюдо. Абе Хифуми 5-е, Важе Маргвелашвили 4-е. Судья финального поединка Рауль Камаха, Испания. Абе Хифуми, Важе Маргвелашвили, финальный поединок продолжался 4 минуты. За время поединка не было ни одного наказания. Хронология финального поединка. 1 минута 50 секунд. Результативная атака Абе Хифуми. Прием Осото Гари. Оценка судьи Вазари. Результат поединка. Победа в результате оцененного технического действия в основное время. Абе Хифуми, золотая медаль. Проигрыш в результате пропущенного технического действия. От соперника с оценкой Вазари, Важе Маргвелашвили, серебряная медаль. Поединки за бронзовые медали. Первый поединок. Мануэль Ломбардо Италия, Анбаул Корея. Вес при взвешивании спортсменов. Мануэль Ломбардо 65,900 кг. Анбаул 65,800 кг. Позиция в мировом рейтинге. Международная федерация дзюдо. Мануэль Ломбардо 1, Анбаул 3. Судья на татами Акика Амана, Япония. Поединок продолжался 2 минуты 18 секунд. По ходу поединка была произведена одна результативная атака в основное время, получившая судейскую оценку Япон. Прием Сойонаги. Хронология поединка. 2 минуты 18 секунд. Атака Анбаул. Оценка судьи Япон. Чистая победа. Прием Сойонаги. Результат поединка. Победа в основное время Анбаул. Бронзовая медаль. Проигрыш в основное время Мануэль Ломбардо без медали. Второй поединок состоялся между Шмаилов Барух Израиль и Корнин Даниэль Бразилия. Вес при взвешивании спортсменов Шмаилов Барух 65,8 кг. Корнин Даниэль 65,9 кг. Позиция в мировом рейтинге спортсменов Международной федерации дзюдо. Шмаилов Барух 8,8 кг. Корнин Даниэль 13,9 кг. Судья на татами. Роберто Чурлия, Италия. Поединок продолжался 4 минуты. По ходу поединка была одна результативная атака, получившая судейскую оценку в Азаре. Хронология поединка. 55 секунд. Было показано первое замечание Шида за пассивность. Шмаилов Барух. 1 минута 30 секунд. Была показана оценка в Азаре за атаку Огоши. Корнин Даниэль. 3 минуты 59 секунд. Было показано первое замечание Шида. Ложная атака. Корнин Даниэль. Результат поединка. Победа. В результате оцененного технического действия. В основное время Корнин Даниэль. Бронзовая медаль. Проигрыш в результате пропущенного технического действия от соперника с оценкой в Азаре. Шмаилов Барух. Без медали. Спасибо за ваше внимание. Смотрите видеоканал Планета Дзюдо. Изучайте и практикуйте боевые искусства и дзюдо в частности. С вами был Роман Карасев. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok